Всем привет, с вами Мэтскрим. Перед тем, как мы начнём, хотел бы разыграть мини-месячную карту среди своих подписчиков. Условия те же, что и на предыдущем конкурсе. Это подписка на канал, поставить палец вверх под этим видео, написать комментарий и также по желанию можете поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Идею для данного ролика я взял из комментариев. Вы мне часто задаёте вопросы, как я выполняю все ивенты, как я готовлюсь к ним, где я покупаю ресурсы и все вот вопросы такого плана. Сегодня вы услышите на них ответ, но также я решил пойти дальше и не просто записать видео с рассказом о том, где покупать ресурсы, а я составил алгоритм, как вам нужно действовать с первого дня игры, на какие ивенты нужно ставить приоритеты, что в первую очередь стоит покупать и на что в первую очередь стоит тратить синие гемы. Перед тем, как мы начнём, хотел бы отметить два пункта очень важных. Это первое, что вам нужно знать, все самые дешёвые ресурсы вы можете найти в яме и также по средней цене в магазине. Самые выгодные цены нам предлагает бабка из ямы, но у неё не будет в достаточном количестве ресурсов, чтобы мы могли закупаться у неё всегда. Поэтому мы будем также покупать ресурсы у девушки в розовом платье и по средней цене в магазине. У гнома цены неприятные, поэтому у него берём только за золото, за гемы у него ничего не берём. И независимо от того, что я буду говорить дальше, вы должны на протяжении всей игры покупать все ресурсы за золото. Кроме зелёных спиритов и хиро промоушн стоунов, это фиолетовый ресурс, за который мы также прокачиваем ловла героев. У нас этих ресурсов будет достаточно на протяжении всей игры и нам не нужно тратить на них деньги. Хотел бы ещё отметить, что в этой игре, несмотря на то, что она кажется мультяшной и детской, рулят те люди, которые грамотно распределяют свои ресурсы. Они быстрее всего качаются, быстрее всего развиваются. Также хотел отметить, что это моё субъективное мнение, его не нужно воспринимать как данность. Если вы считаете, что вам с первого дня нужно покупать свитки призывов, можете их покупать, я вас за руки не держу. Начнём. С первого дня, как только вы вышли в эту игру, все свои гемы вы должны тратить на тикеты на арену. Для того, чтобы выполнить ивент арены, вам нужно 300 билетов. Это при учёте того, что вы будете все свои бои побеждать. Как стопроцентно побеждать все бои, я рассказывал в своём гайде по арене, вы можете найти его в описании под этим видео. Без учёта того, что вы можете эти билеты покупать в Яме по 10 гемов, я буду считать усреднённую цену, по которой вы их сможете всегда покупать. Они будут в большом количестве. Это в магазине по 12 гемов. Там будет продаваться 10 штучек сразу за 120 гемов. Если мы будем считать среднюю цену в 12 гемов, нам нужно 300 билетов. 300 умножаем на 12, получаем 3600. Сейчас я вам буду показывать все награды, которые вы будете получать с этих ивентов. И также я эти награды буду пересчитывать в гемы для большего понимания ценности. Когда мы, условно говоря, тратим на билеты на арену 3600 гемов, мы получаем за полное выполнение 3000 гемов чистыми, 5 арбов, которые оцениваются в 2250. Это самая минимальная цена, которую вы можете найти в Яме у бабки. Далее, 5 супер чипов 1250. Герой. Я оценил его в 3000, но зачастую там будут хорошие герои, которые могут исчисляться десятками тысяч гемов. Но каждого героя трудно оценить, поэтому будем считать по самой минимальной цене в 3000. Также красный блесс артефакт. Его можно приобрести только за 30 тысяч гилд коинов. В магазине гильдии в гемах его трудно посчитать, поэтому оставим это так. Подсуммируя все вот эти ресурсы, мы получаем 9500 гемов, учитывая то, что будет хороший герой. И самое главное, что после первого выполнения этого ивента вы получаете на руки 3000 чистых гемов, что позволяет нам выполнять на эти гемы все последующие арены ивенты. То есть за каждый арены ивент вы будете получать обратно деньги и обратно закупаться билетами и выполнять последующие ивенты. Это самый профитный ивент в том плане, что вы тратите минимальное количество ресурсов и вы все эти ресурсы сразу возвращаете с первого же выполненного ивента. И также выходите в очень большой плюс. Далее параллельно с покупкой билетов на арену мы начинаем обновлять ежедневные квесты в таверне. Как обновлять ежедневные квесты я рассказывал в своем основном гайде, вы его также можете найти в описании под этим роликом. Это обновление квестов, оно само по себе очень выгодное, несмотря на то, что мы используем там синие гемы. Это нам позволит еще заранее с первого дня готовиться к таверной ивенту. Найти нам редкие квесты, 6-звездочные и 7-звездочные. Все остальные квесты мы можем не сохранять, просто их выполняйте. Все остальные квесты можно выполнить по ходу ивента. А вот 6-звездочные и 7-звездочные мы должны все их сохранять и выполнять их только на таверной ивенте. Для того, чтобы выполнить таверный ивент, нам нужно накопить 4 6-звездочных квеста, 2 7-звездочных. Это те квесты, которые у нас должны быть заранее. И также на протяжении ивента мы должны будем выполнить 12 5-звездочных квестов и 24-звездочных. Если мы выполняем этот ивент на полную, мы получаем 5 свитков призыва, это 750 гемов. 14 рабов, это 6300 гемов. Герой, 3000 гемов. 6 чипов в супер казино, 1500. В сумме мы получаем 11 550 гемов, не учитывая награды, которые мы будем получать за выполненные квесты в таверне. Все, это два основных момента, которые вы должны запомнить и которые вы должны делать всегда. Далее. Предположим, вы выполнили первый свой арена ивент, у вас начинают накапливаться дополнительные ресурсы. Эти ресурсы мы начинаем тратить на фишки казино. Постепенно начинаем скупать их. Для выполнения казино ивента нам нужно 500 фишек, если у вас VIP 0. Если у вас VIP 3, вам нужно 400. Но я буду считать, как будто вы ничего не донатили, чтобы было проще. Средняя цена фишки 30 гемов. 30 умножаем на 500, получаем 15 тысяч. За полностью выполненный казино ивент мы получаем 10 арбов. Это 4500 гемов. 10 чипов в супер казино, это 2500 гемов. Два героя, один из них будет хороший, плюс скин. Скин я никак оценивать не буду. Это 6000 гемов. И два зеленых артефакта, я их тоже никак оценивать не буду. Просто приятно. Суммируя все награды, мы получаем 13500 гемов, плюс 500 гемов за 4 звездочные шарды, которые будут с колеса. Это 14 тысяч. И плюс у нас есть шанс выбить 5 звездочного героя с колеса. Тогда мы плюсуем к 14 тысячам, еще плюс 3000. Получаем 17 тысяч. Но также вам может повезти, я вот общался с одним человеком, который на этом казино ивенте выбил 3 5 звездочных героя. И так получилось, что он получил в сумме 23 тысячи гемов. Не спорю, ему повезло, но вам также может повезти. И помимо этого, я подсчитал золото, которое мы будем получать примерно. На последнем казино ивенте я нарулил 250 тысяч на колесе. И за все прокрутки я получил 42 миллиона золота. Плюс там много пыли, много спиритов, артефактов. Плюс, помимо всего вышесказанного, вы за 800 прокруток получаете 8 тысяч уникальной казино валюты, за которую вы можете купить еще одного 5 звездочного героя. Там есть герои подороже, но там они все на корм, поэтому я не советую тратиться больше чем 8 тысяч. Идем дальше. Все награды, которые вы будете получать с этих ивентов, мы это ничего не тратим. Сейчас объясню для чего. Шарды на героев, которые вы будете получать. Нам их нужно открывать только на фьюжн ивенте. На фьюжн ивенте вам нужно собрать 10 5 звездочных героев и 10 6 звездочных героев. За каждого героя, которого вы будете создавать или же открывать шарда. Это и то, и то считается за выполнение. Вы будете получать за 5 звездочного героя 1 миллион золота, 1200 пыли и 600 монстр соул, которые нам нужны для прокачки оборотня. Также за 6 звездочного героя мы будем получать 4 миллиона золота, 5000 пыли, 300 хаос стоунов, которые нам нужны для раскачки пассивок оборотня и 1 супер чип. Я считаю, что это стоит того, чтобы не открывать сразу шарды на героев, а подождать именно вот этого ивента. За счет него вы очень сильно бустанетесь. Вы получите по факту тех же героев, но просто с небольшой задержкой. И плюс ко всему вы получите неимоверное множество полезных ресурсов. Со всех ивентов, которые вы выполняли, вы ни в коем случае не тратите орбы. Орбы мы будем тратить на орб-эвенте. Для того, чтобы выполнить полностью орб-эвент, нам нужно 120 орбов. Это самый полезный ивент, на котором мы можем получить больше всего редких героев. Плюс мы за сами орбы получаем шарды. Вы стопроцентно получите двух крутых героев за награду в 100 и 120 орбов. И также вы получите какой-то лимитированный скин, который вы не откроете с обычных шардов скина. Плюс, помимо этого, мы стопроцентно получаем героя света и тьмы, которые мы также не открываем. Объясню дальше почему. Также мы будем получать уникальную валюту, за которую вы сможете каких-то фиговых пятизвездочных героев пробовать ролить на более топовых, редких. В общем, очень полезная тема. Как только у вас появилась возможность создать или скрафтить из шардов пятизвездочных героев по две штуки света и тьмы, мы начинаем готовиться к ивенту под названием Героик Миракл. На этом ивенте мы получим очень много оранжевого шмота, 10 орбов, очень много свитков призыва. И помимо всего этого, на этом ивенте всегда дают какого-то топового героя. На нем вам нужно создать два героя света и тьмы и по три героя каждой фракции. Поэтому не спешим выполнять его, заранее посчитали, что нам нужно. Если хватает, тогда выполняем, если нет, пропускаем. И также напоследок я хотел бы рассказать за самон ивент. Сразу скажу, что по этой тактике я его не выполняю. Я за полтора года игры ни разу не выполнил самон ивент. Только по одной причине. Потому что разработчики сделали очень высокие требования для этого ивента. Вам нужно 550 свитков для полного выполнения. Это просто космическая цена. Эти свитки вы будете копить или несколько месяцев, жертвуя вот этими всеми ивентами, которые я называл. Или же вы будете его выполнять только в том случае, если вы какой-то донатер. По вот этой причине я его не делаю. Мне хватает ресурсов и героев со всех ивентов, которые я перечислял до этого. Также в этой игре есть еще много других ивентов, но к ним заранее готовиться не нужно. Мы их будем выполнять по факту. К примеру, вам нужно или поменять героя, или же использовать какую-то валюту для фарма боссов. Вам ее будут давать на протяжении всей недели. Также есть уникальные ивенты на праздники большие. Это Хэллоуин, Китайский Новый Год, Обычный Новый Год и так далее. Очень много всяких интересных ивентов, с которых нас будут засыпать разными ресурсами. Подытожим. Первое, что вы делаете, это скупаете билеты на арену. Параллельно с этим мы выполняем ежедневные квесты, обновляем их, ищем редкие 6-звездочные, 7-звездочные. По мере этого у нас начинает появляться лишняя валюта. Мы начинаем потихоньку скупать фишки на казино. Оставляя все шарды, мы готовимся к фьюжн-эвенту, на котором получаем очень крутые плюхи за то, что мы будем крафтить 5-звездочных и 6-звездочных героев. Оставляя все награды, мы копим 120 тербов для выполнения одного из самых крутых ивентов. И также после того, как у нас появится возможность скрафтить двух героев Света и Тьмы, и также по три героя остальных фракций, мы начинаем готовиться к героям к мероку. По такому принципу, который я рассказал, у меня получается выполнять почти все ивенты без доната, вы это можете видеть на моих видео. Также хотел бы отметить, что орб-эвент у меня не всегда получается выполнять, бывают такие моменты, что я один пропускаю, потому что не всегда успеваю накапливать 120 тербов. Я поделился с вами своим опытом, если бы я с первого дня знал всю эту информацию, мне бы было намного проще. Если вам было полезно это видео, ставьте палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые гайды, пишите свое мнение в комментариях, что думаете. Всем спасибо за внимание, спасибо за вашу поддержку и до скорых встреч.